всем большой привет и тема сегодняшнего видео с чем можно столкнуться при окрашивании бумажной лозы бумажная лоза она же трубочку накрученные из полос бумаги я сегодня приготовила три вида трубочек из офисной бумаги потребительской белой вот такой и обычные потребительской бумаги кандапожского завода видите на такая серовато она менее плотная так первое с чем сталкиваются обычно при окрашивании наиболее частый вопрос в комментариях практически каждый пятый скрутка расклеивается в общем уголки расклеиваются все очень учебно что делать что делать паника как даже при использовании казалось бы правильного клея да вот я рекомендую всегда вот такой клей фирмы луч в красном тюбике также не бывает в тюбике желтым но он чем желтый от красного отличается мне кажется просто желтым тюбики умение концентрированный вот и все этот клей достаточно бюджетный и в принципе очень качественно не в принципе очень качественно есть конечно клей намного лучше это клей тоже пва фирмы момент там тысячи процентов склейки что вообще гарантия без безукоризненная но мы же плетельщицы да все любим сэкономить и я в том числе поэтому вот такой клей использую и не только я многие мастера используют этот клей и при его использовании когда никаких проблем не должно возникать но возникает проблемы поверьте они возникали поначалу и у меня когда я была начинающим плетельщиком и сегодня я хочу вам показать чем может быть причина я уже заготовила трубочки накрутила каким способом я и крутила вот эти которые загнутые концы три трубочки я накручивала капая капельку клея все и накручивала еще демонстрирую дабы долго процесс не затягивался здесь у меня в рюмке разбавлена 1 чайная ложка воды и 2 чайные ложки неполные клея который я наносила кисточку кисточкой таких трубочек я накрутила 4 вот они здесь и они сейчас пока у меня стадии простушки пока вела подготовку к окрашиванию бумажной лозы вспомнила что приготовила на всякий случай чтобы избежать опять популярных вопросов клей которые у меня шприцы это полимерный клей вот такой сейчас я использую такой марки action называют еще раньше я пользовалась практически всегда титан он одинаковый это жидкий полимерный клей который используется только при наращивании трубочек при плетении при накручивании бумажной лозы он не подходит сто процентов все расклеится поэтому его используйте полимерный клей только при стыковке трубочек процессе плетения и так продолжаем здесь у меня поднос на который приклеена обычная пакет целлофановый в общем кусок целлофанового пакета я уже об этом рассказывала в одном из своих роликов уточняю обязательно при окрашивании своих трубочек я использую перчатку эти перчатки покупала точнее я мне муж купил в магазине офис мак там они продаются прям целым пучком ну можно других еще магазинах встретить например для мерлен так значит буду использовать маринку первым бухом на какую возьмем давайте так мог вообще очень ценный продукт ну дуб он везде продается ну по крайней мере у нас магазинах наливая совсем немножко в баночку нужно использовать качественный продукт может повлиять на процесс окрашивания второе обязательно используйте качественные кисти вот здесь у меня две кисточки я вам показываю эту кисть это натуральные натуральные ворса плотная не скупитесь на кисточках пожалуйста синтетические волокна не подходит для окрашивания трубочки по трубочке будете вывести тем более по влажной трубочка обязательно будет махриться сто процентов вот здесь у меня кисть я ее слегка подрезала выравнивала и использую ее только при окрашивании при окрашивании ну и при обработке второе кисть я тоже слегка подравнивала но чуть меньше и использую ее чисто при лакировке потому что со временем вот здесь получается такое нагрубивание и кисточка приходит в негодность в общем то я ее просто меняю то этой кисточки хватает надолго будем сначала с вами окрашивать трубочки из потребительской бумаги завода изготовителя кондопога кондопожского я прошу всегда на противне и кистью кто-то делает это окунанием я честно признаюсь пробовала один раз всего это делать мне не очень понравилось окрашиванием кистью я избегаю моментов неравномерного окрашивания и еще плюс экономия я не жалею красящего раствора в то же время не позволяю сильно очень той же самой морилке до что бумага разбухла вот я сначала веду и прокручиваю докрашу уж для красоты то вот видите тут как бы я начала красить да здесь чуть темнее потом начала прокрашивать здесь еще светлее сейчас все начнет впитываться и цвет равномерно распределиться морилка прекрасно впитывается проникает саму трубочку смотрю где есть мелкие не про классы допустим да и иногда такое бывает вот такие как бы крапинки но это не прокрас это качество вам бумаги если вот видите как он есть не прокрас я провожу начинает впитываться все прокрашивается какие-то отдельные вкрапления они не прокрашиваются это такая бумага вот сегодня мне с бумагой повезло а вообще бывает что потребительская бумага она такая как рыбая при окрашивании не пугайтесь пускай она у вас немножко полежит при интенсивном нанесении морилки той же самой цвет должен равномерно распределиться при дальнейшем подсыхание первой партии трубочек я убрала в сторонку теперь возьму трубочки которые накручены у меня из потребительской бумаги белый на белой бумаге всегда цвет смотрится интенсивней видите и окрашиваются они по-разному все это можно наблюдать она более плотная в общем-то из-за этого окрашивание может быть неравномерно я не поняла почему нет эти две трубочки любите не 2 они меняют цвет и он отличается от других трубочек побольше наношу во первых морилках уже впитывается если потребительская серая бумага потому что она более рыхлая такая но газетного типа до пищи и бумага она более рыхлая у нее красящий раствор проникает быстрее то здесь нужно прикладывать больше усилий и в общем то даже придавливать немножко кисточкой чтобы раствор хорошо ходил и лучше прокрасить трубочку больше манипуляций приходится делать я наверняка вам все показываю такие трудности могут возникать и вы все видите этого воочию я распределяю красящий раствор всегда до тех пор пока он полностью не впитается трубочку ношу понемножку я сейчас не с обычной позиции крашу поэтому мне тяжеловато трубочки свои проворачивать может показаться что это дело очень не умею че ну вот вы видите поближе еще ближе указываю ну и как вы видите цвет распределился неравномерно и даже видна скрутка я пока убираю опять все это в сторонку вот места скрутки не прокрашиваются кстати по поводу этого момента что места где у нас склеить до скрутки и вот не прокрасы вообще это не должно быть для плетельщиков проблемой потому что мы трубочку всегда при плетении обрезаем перед вот этим местом обрезок вот эту саму скрутку мы ее убираем выкидываем то есть не нужно из-за этого переживать и экономить друг на друга их наращивать это будет некрасиво вот и все тут вообще не должно быть вопросов в общем-то я пока убираю все эти трубочки пускай они пока лежат и приступаю к окрашиванию офисный трубочек из офисной бумаги но ведь они вообще белоснежные кипельно-белые кстати подписчики мне писали которые проживают другой стране из аргентины италии испании что до потребительскую бумагу найти не могут и у нас тоже в россии например не везде можно купить потребительскую офисная бумага это спасение ее можно купить везде и мы и нужно иметь ряд особенностей например даже при окрашивании смотрите окрашивается она примерно так же как и потребительская белая но цвет ложится более равномерно также тяжелее входит впитывается в саму бумагу структуру волокна но вполне даже ничего не очень так удобно голос у меня гундосный переболевший сейчас многие болеют этой страшной болезнью который никто не говорит смотрите но опять дай кисточка я все регулирую где у меня весь не прокрасы интенсивность цветом прокрашивание то есть если мне нужно еще впитался мне раствор мне нужно еще более интенсивный цвет сделать и по второму кругу начинается это прогонять сразу все на месте делаю мне очень нравится способ покрашивания таким образом я его тоже вам рекомендую не настойчиво не навязчиво просто рекомендую в общем то все что мы видим при окрашивании офисной бумаги она имеет ряд тоже особенности при окрашивании вот такая вот как обеака получается и многие этого пугается вот как я говорила при окрашивании допустим потребительской бумаги кандапошского газетный тоже такое такое может случиться такой вот чепрачный цвет черепаховый его еще называют пятнистый как хотите но вот такое может случиться пугаться этого не стоит это уже брак бумаги идет в этом виноваты не вы вот и все мягкой кисточкой вам не работайте и тогда ничего не будет махриться как вы видите у меня офисная бумага тоже она имеет такое свойство она сильнее махриться но при работе с хорошей кисточкой никаких таких моментов не случается все третью партию я убираю в сторонку и у меня уже здесь трубочки отлежались я хочу вам их показать секунду вот видите это потребительская потребительское белое это сер это белое вот свет выровнялся везде и с этими трубочками сейчас случится то же самое со временем тем временем беру те трубочки которые я для эксперимента вручную скручивала вот они у меня три загнутые это туда куда я на уголки капала капелюшки клея в общем-то выкладываю и начинаю прокрашивать прокрашивать я буду только концы очень удобно здесь не окрашивать концы загнутые в общем-то убираю пока в сторонку беру эти четыре трубочки которые я крутила следом разбавленным клеем и ну вы видите да я специально ношу очень много раствора то есть вообще их мочу очень сильно интенсивно чтобы никто не сомневался что я там чуть-чуть нанесла раствора и ничего не не расклеилась и видите я даже кисточкой тут дольше виду прям тру 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 так в общем-то нанесла побольше раствора прям я уже наношу 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 подношу поближе чтобы вы сами все видели трубочка очень влажная она очень влажная и скрутка скрутка склеенные она видите даже не отходит уголки при окрашивании и беру теперь те три трубочки где капелюшку клея капала ну вот отходит уголок но он не отклеился не отклеился сейчас я попробую еще сильнее вместе раствором чтоб вам показать в общем то смотрите здесь немножко начинают уголки отходить но чаще всего когда многие этого пугается что отходит скрутка но вы видите что она у вас не отклеивается до конца трубочка зафиксирована но здесь бояться не стоит до при дальнейшей обработке трубочек это скрутка она вся у вас склеится но и но просто и я не знаю рука уже у меня набита трубочки могут расклеиться сама скрутка может расклеиться и за неправильного нанесения даже вот такого клея поэтому попробуйте по-другому наносить кисточкой допустим или слегка разбавлять водичка как я вам вам и посоветовала я буду очень рада если это кому-то поможет все эксперименты я убираю в сторонку показываю что у нас получается в итоге первую выкладываю потребительскую кандапожскую вот цвет равномерный равномерный сейчас я приближу чтобы видели какие волокна еще ближе макросоемка такая вот видите все хорошо чем-то если бумага махрицы я повторюсь то это значит бумага либо залежала и либо что-то на заводе пошло не так либо кисточку у вас неправильный вал возможно это еще зависит от состава самой морилки так ее пока в сторонку 2 мы окрашивали потребительскую белую бумагу она вот такая цвет такой более приятный давайте рядышком положу чтобы вам понятнее было видите трубочка более гладкая кандапога она все-таки более рыхлый выглядит эти трубочки вообще мега крутые так и вот офисная минут наверное прошло 5 в общем то она еще должна полежать я вам хочу сказать но но есть большое но не факт вот видите здесь более равномерный цвет но не факт что цвет после обработки будет идеально ровной как вот здесь имейте это ввиду иногда вот мне честно не принципиально то есть он здесь более вот такой древесный неоднородный и это иногда может быть плюсом даже еще я говорила в прошлом своем видео когда вы крутите офисную бумагу да даже потребительскую ту же самую когда погу обязательно лист пол полости места когда вы разрезаете да есть лицевая сторона и изнаночная ну как определить можно из пульверизатора пшикнуть если вам продемонстрирую прям все на ваших глазах и бумага начинает заворачиваться видите так бумага начинает заворачиваться сюда значит здесь лицевая а здесь изнаночная и крутите так чтобы лицевая была снаружи для более правильного равномерного окрашивания это тоже может играть роль допустим потребительской бумаги если можете сделать наоборот да из-за этого тоже может наверное махрится трубочка но у меня махрились раньше сейчас не махрятся потому что я все как-то делаю правильно это уже делается интуитивно не задумываясь над процессом в общем-то останавливаюсь на всех моментах из нашего эксперимента точнее из моего можно сделать вывод какой однозначный что самые лучшие трубочки это из потребительской белой бумаги ждем когда трубочки подсохнут и как я люблю не до самого насухо а слегка увлажноватый в общем скоро увидимся прошло полчаса но в районе 30 40 минут и как вы видите цвет по всем окрашенным трубочкам он равномерно распределился они примерно выглядит одинаково но я хочу добавить что все-таки на трубочках белой потребительской бумаги до туринского завода в общем то он выглядит практически идеально ну и на потребительской бумаги кантопожского завода он тоже выглядит более равномерно видите здесь вот такие интенсивность цветом иногда меняется некоторые трубочки не будет более выделенными кажется но ярче по поводу офисной бумаги что хочу сказать несмотря на то что цвет выровнялся все равно это является недостатком использование офисной бумаги при плетении никогда не не добиться идеально ровного цвета его конечно можно пробовать выравнивать в процессе обработки до добавлять туда красящий состав но это совсем другая история все равно самым идеальным вариантом более простым и лучшим является окрашивание потребительской бумаги в общем то это все что я хотела вам сегодня рассказать делаем вывод используем при накручивании трубочек обязательно правильный клей и хороший качественные инструменты и проверенные морилки и раствором такие например он как колера да мы их с водичкой разбавляем не забывайте что кстати в колерах тоже могут находиться микрочастицы не во всех и они также могут царапать поверхность трубочки бумажной и делать ее шероховатой в одном из своих видео я об этом рассказывала показывала очень подробно ссылку оставлю в описании под видео заглядывайте туда всегда там всегда он ведь и полезную информацию для себя все на этом видео подошло концу всем большое спасибо за просмотр желаю вам отличного настроения легкого плетения и до новых встреч пока пока